Абигея зажигает и встречает вас здесь просто потрясающими видами, крутыми развлечениями. Гамачок, конечно, классный вообще. О, мое, блин, пробили колесо. Ребята, доброго утра. Сегодняшний наш день начался с того, что я просыпаюсь утром. Антон, просыпайся. Нам нужно ехать в Адыгею. Куда? Куда? Он меня спрашивает. Пришлось проснуться. Это было в 8.30 утра. Суббота. Какая Адыгея? 8.30. Адыгея. Через час машина была уже упакована вещами. Мы даже не успели позавтракать. Взяли с собой в дорожку. Вот у меня здесь куриная грудка с овощами. Антоха Филл, лимонад, вкусный курник. И мы двигаемся навстречу, приключениям. Ничего, ребята, не делает столь привлекательным мужчина, как своя собственная нефтяная вышка. Ехали мы, ехали. И вот мимо проезжали нефтяные вышки. Мне очень всегда нравился этот агрегат. Смотрите. Здесь, значит, противовесы, а здесь прям нефть идет. Черех, черех, черех. Ну, здесь что-то. Видите, сейчас пока временно не работает. Вот этот насосик чмяк-чмяк-чмяк-чмяк-чмяк-чмяк. И пошла нефть сюда. А, красота какая. Все мечтают, все мечтают о собственном таком аппаратике. Надо на фоне сделать фотографии. 150 рублей потратил. Вот такой богательник классный. Сейчас будем угощать Ирочку. Ирочка, я тебе вот сюрприз купил. Не наплевал? Нет, не наплевал. Точно не плюнул бы, да. Целовал стакан, нацеловывал. Ну ладно, спасибо. Погнали? Да. Ребят, мы резко остановились. У нас что-то произошло. Будем посмотрим. О-моё, блин, пробили колесо. Та-дам. Все. Колесико пробили. Надо менять. Вот приключения-то. Начинаются, ребята. Закат приходится встречать наши намонтажки. Колосики прикупили. Сейчас будем бортовать. Ох, как классно. Наконец-то мы добрались, ребята. Мы ехали. Расстояние вот такое. А мы ехали вот столько. Потому что мы в Майкопе меняли колеса. Куда-то ездили туда-обратно. Что-то происходило. Потом тут заблудились. Короче, приключения супер. Что-то делай, расскажи. Я скажу. Три маленьких кусочка. Как три маленьких? Они двойные. Ты что, они же тоненькие. Там должны быть двойные кусочки. Их должно быть штучек шесть. Ага. Три штуки ровно. Ровно три штуки. Ну, мы завтра утром все вам покажем. С утра нам вставать. Когда только раз вьет, сразу посмотреть хочется. Утро, ребятки, пришло. С добрым утром, товарищи. Осматриваем наше гнездышко волшебное. Там у нас душевая была. Ой, что-то не закрывается. О, все, закрылся. Душевая у нас. Здесь у нас просто человек рабочий. Уже с утра работает. Как спалось тебе? Хорошо спалось? Да, супер. Спалось, замечательно. Тут у нас, значит, шкафчик такой замечательный. Есть телевизор. Стол, типа холодильничек. Все дела. Обогреватель, если замерзный. Место классное. Получилось нам две тысячи сколько? Две с половиной. Две пятьсот получилось за такое замечательное место. Картина какая у нас. Подозреваю, что из Таиланда. Открываем окна. Оп. Хопана. Там вот такой вид. Отельчик, в котором мы остановились, очень даже интересный. То есть беседочки сделаны вот в таком стиле, в железном. Есть часть таких беседочек с мангальчиком, соответственно. И даже вот таким сумасшедшим видом. Горы. А ты здесь валяешься на шезлонге. Опа. Ну как это? Классно. Посмотрим на горы. Гамачок, конечно, классный вообще. Гамак это что-то такое уютное и здоровское. Можно посмотреть еще на эту красоту со смотровой площадочки. Ах, глянуть можно еще где? Вот на таком кресле-качалке. Привязано вон, вон. Как высоко. Садишься и наслаждаешься видами. Вообще классно. Так как оно высоко привязано. Ё-моё, ощущение, как будто ты летишь. А-а-а. Ну это фишка вообще. Главное, чтобы не оторвалось. Мечтаешь, да? Ты осторожней сейчас. О-о. Оп. Авария. Авария. Вечером здесь ребята... Очень красиво все светится. Вот эти верандочки все подсвечивается, моргает. Тыщ, 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 тыщ. Классно. Здесь тоже можно посидеть было. Ну, они сейчас спрятали, все. Оп. Спрятался от ветерочка. И тоже опять же наблюдаешь. Я готов. Помогите. Вот это я понимаю. У-у-у. О-о-о. Помогите. Это, мне кажется, самая лучшая качеля, которая была в моей жизни. Все виды видны. Вот это, да. Ну, самое лучшее. Вот никель. Никель. Чем знаменит качелей своей. Оправляемся сейчас, ребята, на подвесной мост. Сказали, там очень красивая река. Куда идем мы с пятачком? Большой-большой секрет. На подвесной мы мост идем. Через речку белая. О, нет, о, нет. О, да. Пришли мы, да, к подвесному мосту. Что, он закрыт, получается, да? А он закрыт. Написано, опасно. Прохода нет. Мы можем посмотреть со стороны на него. Это кто? Это кто? Корову. Бык. Пятки. Вот так начинается Адыгея. Виды просто фантастические. По мосту бы пройти, да? Да, ну как попасть? Все закрыто. Ребята, меня пустили на этот мост. Да, вау. Посмотрите, какие виды шикарные открываются. Привет. Вот такая красота здесь кругом. Супер, ребята. Удалось прорваться хотя бы на немного и отсюда поснимать вам такую красоту. Записываем, запоминаем, ребята. Это мост, подвесной мост в поселке Никель. Хочется сделать фотографию на память себе. Не отходя от кассы, прямо возле трассы, в стихотворении почти получилось, торгуют медом. Пули стоят, челки летают. В горах всегда очень хочется кушать. Всегда. Какая красота. О, кафе. Кафешка. Пойдем. Желтый супчик, голубчик, борщичок. А самое главное, самое главное, вот халюш, малюш. Это мясное блюдо. И, как наш чебурек, но это халюш. Вкуснятина. Он с сыром и с мясом. Я говорю, сырочек, миску, снеженький, горяченький. Ну-ка, понюхайте. Какой вкусненький у вас халюш. Ковородочки. Самое главное, это здесь. У меня стандартное блюдо, без всяких адыгейских приблуд. Омлетик, свечина и помидор. Но смотрится хвастно. Она смотрит, шкварчит, шкварчит. Сейчас, шкварчит, шкварчит, это здесь. На данный момент в станице мы Даховской будем подниматься на гору Великан. На фуникулере. Сейчас пока идем, вот, мимо ларечки все. Работают и работают, и работают. Вот, заглянул туда, что там, как там. Здесь проходит такая торговая улица, ребят. Можно здесь всегда купить сувениры, подарки для своих родных, близких. Просто для себя. А мы сейчас здесь будем смотреть подарки для вас. Поэтому на следующем стриме опять мы устроим розыгрыш подарков из Адыгеи. И это будет, я думаю, что, скорее всего, давайте это будет какой-то адыгейский мед, например, да? Мед вообще отлично. Мед отличная идея. И пластиковая баночка, она не разобьется и хорошо, да, доедет. Смотрите, ребята, мед разных сортов. Есть большие баночки, поэтому я предлагаю взять нам с вами большую баночку, разлить на несколько маленьких. Да, мы возьмем вот такие, например, контейнеры или что-то с крышечкой посмотрим. И будем разыгрывать у вас. А условия розыгрыша очень простые. Просто смотрите это видео, ставите на нем комментарии, обязательно. Хороший, позитивный комментарий и лайки. И потом бодрый андомайзер выбирает победителя. Чем больше комментариев и лайков, тем выше шансы получаться и выиграть. Мне кажется, ребят, что эта лавочка самая интересная на рынке. Посмотрите, что здесь есть. Я так понимаю, что это отпечаток моллюску поликовать. Что это такое вообще? Это срез. Срез? Это срез, да? Это моллюск, разрезанный на двое. И дальше. А вот это сколько лет у него? Это арагонит. Вот это арагонит? Да. Арагонит. Арагонит. Я вообще в этом ничего не соображаю. Я только глазками вижу, как это все красиво. Но как называется, сейчас мы будем все изучать. Значочки. Мы будем изучать, рассказывать нашим подписчикам, какая у вас прекрасная лавочка из этой геи. Потом к вам придут и все будут сразу все покупать. Скажи, дорогая, тебе как вот эта лавочка? Понравилась? Мне вот понравилось. Мне вот утюг понравилось. Мне кажется, это женщины меня поймут. Очень полезная вещь в быту и на разговоры с мужем тоже хорошую такую штуку держать. Удобно. Каждый мужчина знает, что сковородка пустая, она как бы учит, а полная питает. Посмотрите, какой древний моллюск. Тугриков? 50 тугриков стоит, да. Тугриков стоит такой древний моллюск. Вот себе бы такой дом, представляете? Возле камина поставить, а? Приехали в Адыгею в самый пик сезона. Здесь очереди везде и на подъемник. Чтобы снять жилье, мы вчера перебрали огромное количество вариантов. Просто нет свободных мест. Поэтому, когда планируете поездку, обязательно планируйте ее заранее осенью. Народу очень много. Стоим мы в очереди уже минут 30-40. Приблизительно на подъемник будем подниматься на гору Великан. Продолжительность подъема 15 минут, длина 1250 метров. Вот, ребятки, видите, что творят? Спорт, жизнь собирается подняться наверх на канатки, а спуститься вот на вот этих колесиках. Надеюсь, они выдержат всей нагрузки. И ребятки все выдержат, да? Позвоночник бы выдержал. Главное, чтобы в трусы не сыпался, да, позвоночничек, и все. Но ничего, стоп накачан. Мне кажется, спина сильная у ребят, сто пудов. Тех, кто желает быть на экстриме, пожалуйста, будьте любезны. Можно и на квадриках подняться туда наверх. Вообще без проблем. Ну что, поднимаемся и посмотрим на Адыгея с осады птичьего полета. Мне так кажется, что вот эти места в Адыгея очень во многом похожи на наш Алтай. Скажи. Однозначно, однозначно. Горы есть. Горная речка есть. Да. И канатная дорога тоже есть. Ностальгия, конечно, по Алтаю берет. Здесь, смотря на эти места. Алтай, говорят, место силы. Место силы. А на Алтай мы не были уже лет шесть, я думаю, точно. Лет четыре года как сюда переехали. И там пандемия туда-сюда. Ну да, лет шесть. Так, ну что, всем с Алтая, из Алтайского края, привет-привет из Адыгеи. Я на первой лошадке. Ты что делаешь? Ребята, я как всегда снимаю на наш телеграм, потому что именно здесь вы будете находиться с нами в режиме онлайн 24 на 7. И вот такие красивые виды сейчас уже будут размещены в нашем телеграм-канале. Ссылочка у вас на экране. Подписывайтесь, ребята, в телеграм и будьте в режиме онлайн. Можно и на лошадках покататься, на мотоциклах покататься, над всем, что твоя душа пожелает. Вот ребятки такие у нас стоят. На чем хочешь, на том и катайся. Вот, либо с друзьями, вот с этими, либо на мототехнике, на спецтехнике, без проблем. Наверное, я ошибся насчет байков. Ребята на своих мотопедах приехали специально. И я так считаю, что они запланировали эту поездку, и сейчас будет рев. И я так считаю, что они запланировали эту поездку. Наверху здесь не соскучишься. Накормят тебя, напоят и веселье предоставят. Проходишь подарочками, загадываешь желание. Сразу же денег будет куча, миллион, наверное. Ну, по крайней мере, так местные говорят. Вот, если денег нет в кармане, прошел подарок, хоп, щупаешь, все, там уже хрусты, хрустят. Подготовка к космосу. Это, скорее всего, правнуки Гагарина. Вы поняли, как космонавты летают? Поняли. Ребята, но будут супер приключения. Это Баги, и мы отправляемся на смотровую полярку на горе Великан. Погнали. Подвигаемся на этом монстре. Мотор у него от Гелика. Мосты от 66. Сверюга страшная. Размер, ребята! И мы только начало! О, вообще неплохо! Ну что, Ирина Александровна? Адыгея зажигает и встречает вас здесь просто потрясающими видами, крутыми развлечениями. И одно из них – это прокатиться на Баги здесь, наверху канатной дороги. Во! Вот эта тема вообще зажигает! Адреналинчик! Ух! Это было круто! Вот такое вот! Ну подойди к колесу! Смотрите, да, размер колеса этой техники! Ну да! Почти попоет! Расскажите мне, куда вы, ребят, возите? Куда людей? Мы ездим на самую красивую смотровую в республике Адыгея. Это смотровая... Самая красивая? Сейчас объясню, почему. Ух ты! Почему самая красивая называется «Чертов палец»? Потому что, когда мы находимся на ней, перед нами открывается, как в амфитеатре, все горы Адыгеи. Большой Тхач, Малый Тхач, трехтысячники Адыгеи, начало Кавказского хребта, Большой Малый Бамбак – это зона спокойствия Кавказского биосферного заповедника. Ого! Джуга видна, то есть это граница России и Абхазии. Внизу Сахрайская долина, вид 1026 над уровнем моря. И это все находится, как перед вами. Если мы смотрим... А Дьютифри нет там? Получается, мы же будем... Если по тропинке влево повернешь, она там стоит. Вот так, и Дьютифри даже есть. Видали что? Ребята, необыкновенные покатушки вас ждут здесь. Ну, макушка выдает, да? Кайфово. Да, одно из популярных здесь мест – это канатная дорога. Здесь мы сейчас... Ой, кепочка сейчас сдует, ребята. Наверх, когда будете подниматься, здесь порывистый ветер. Поэтому одевайте обязательно курточки, кофточки. Да, упаковывайтесь. Потеплее надо одеваться. Виды отсюда, виды отсюда потрясающие, ребята. Ну, и, конечно же, развлечения для вас.